Всем привет! Меня зовут Катя Одинокова и я бьюти-блогер. Наверное, многие из вас уже слышали, что вышел фильм про Барби. Поэтому я решила сделать барбий макияж. Поехали! Перед каждым макияжем я обязательно увлажняю кожу. Увлажняющий крем я использую в качестве базы. Затем я беру персиковый консилер и наношу его на зону под глазами. Хорошенько все растушевываю. Беру светлый консилер и наношу его на все подвижное веко, также под бровь. Его я буду использовать в качестве базы под тени. Так как Барби ассоциируется с розовым цветом, я возьму вот такую палетку от Revolution. Я уже использовала ее в прошлом видео, но потому что в ней так много ярких оттенков. И здесь самый сочный розовый цвет. Беру вот такую маленькую пушистую кисточку и набираю розовый оттенок. И я рисую сверху что-то наподобие стрелки. Затем я беру спонжики и мицеллярную воду. Смачиваю и аккуратно подотру край наших стрелок. Только я забыла, что розовый цвет очень хорошо впечатывается в кожу и его трудно отмыть. Вот так. И сейчас все подправлю консилером. Но для начала подтушую наши стрелки. Тушевать я буду сверху для того, чтобы сделать более плавный переход. Затем беру снова светлый консилер, наношу на руку. Беру плоскую кисточку, чтобы удобнее было подправить край. Набираю консилер. И буду подчищать. Розовую стрелку снизу я подвожу консилером для того, чтобы сделать ее красивой и более ровной. Дальше я беру плоскую кисть. И сейчас буду наносить внутрь голубой оттенок. Наношу его на все подвижное веко. Благодаря тому, что мы наносим тени на консилер, они становятся еще пигментированнее. Дальше я решила добавить стрелочки. Буду это делать вот таким лайнером. Рисую обычные стрелки на полное веко. Также дорисовываю стрелку не только с внешнего угла глаза, но и с внутреннего. Стрелки сделаны. Конечно, на них потрачено куча времени, но... Дальше я буду наносить тональный крем. Возьму от Estee Lauder. Это самый плотный тон. Наверное, еще плотнее от Smashbox есть. Нам нужно идеально ровное лицо, потому что у Барби оно идеальное. Этот тон очень быстро застывает, поэтому нужно наносить его как можно быстрее. Конечно, в идеале хочется получить эффект фарфорового лица. Затем я возьму хороший плотный светлый консилер от Catrice. Он тоже очень быстро застывает, поэтому не нужно ждать, чтобы он стал плотнее. Он так плотный. Итак, идеальный тон готов. Приступаем к сухой коррекции. И хорошенько все припудриваем. Для этого я взяла пудру от Evelyn и пушистую кисточку тоже из прошлого видео. Сильно я себя выбелила, сделала небольшой бейкинг. Надеюсь, благодаря этому у меня получится сделать хорошую коррекцию лица. Дальше я беру скульптор и хорошенько делаю себе лицо, как у Барби. Обязательно прорисовываю высокие скулы, а также контурирую носик, чтобы он был такой же маленький и аккуратный. Дальше беру бронзер, чтобы добавить себе небольшого загара. Конечно же, розовые румяшки. У Барби они всегда очень ярко выражены, поэтому не жалеем их. Моя любимая часть хайлайтер. Мне осталось только нанести розовые тени на нижние века. Затем беру карандаш Каял белый и прорисовываю его. Наш образ подходит к завершению, это значит, что я уже рисую брови карандашом от Vivienne Sabo в оттенке номер 2. И укладываю брови гелем от Artvisage. Так как у Барби светлые глаза, я решила надеть линзы. Вы только посмотрите, какой эффект сразу же. Ну и, конечно же, красим роснички. Не забываем хорошенько их прокрашивать от самого корня. Не забываем про губы и наносим на них розовый карандаш. И для эффекта блеска на губах мы добавляем блеск, который имитирует жидкое стекло. И в конце я добавляю сережки, надеваю розовую кофту и вот такой макияж у нас получился. Оцени в комментариях мой образ от 1 до 10. Ставь лайк, подписывайся и пиши, какой следующий макияж мне сделать.